добрый вечер добрый вечер здравствуйте наша сегодняшняя с вами тема я смотрю все у нас работает вроде бы все в порядке а и так наша с вами сегодняшняя тема как нам продолжить жить когда все время приходят испытания а так бывает что иногда в нашей жизни происходят ситуации которые мы с вами бывает бываем неподготовлены и наши благие намерений наши хорошие поступки казалось бы мы что-то хорошее сделали и ожидаемо да мы делаем это потому что у нас есть заповеди у нас есть митвот мы хотим делать так как всевышний от нас просят но в результате этого бывает что мы сталкиваемся с полосой каких-то жизненных неудач и иногда нам кажется что мы не успев выйти из одной какой-то неурядицы попадаем сразу в другую и проблемы на нас падают одна за другой и особенно когда мы начинаем соблюдать это очень непросто мы полностью меняем всю нашу жизнь мы выходим из того к чему мы привыкли у нас была какая-то спокойная нормальная жизни вот казалось бы мы решили прийти к всевышнему и действительно подняться в своих качествах своих поступках и тут бах одна неприятность за другой одно горе за другим да кстати когда я говорю одна за другой это значит что одну все-таки мы прошли мы из нее вышли перед проезжей чем мы пришли к другой предыдущую нам все-таки удалось удалить да то есть как бы закончить и все получилось хорошо и на первый взгляд вот такие ситуации казалось бы они противоречат нашему принципу веры о награде и наказание в этом мире казалось бы сделал хорошо получил хорошо что-то плохое совершил получил наказание да но почему тогда происходит так что вместо казалось бы заработанной потом душой силой да вот заработаны этой награды всевышний или жизнь то как скажет да посылает наоборот нам испытания ну и наверное тот кто больше всех вправе был бы задавать этот вопрос это наш праотец авраам ему было обещано всевышним до абсолютно все совершенно все что нужно для счастья человека всевышний ему обещал землю да и не просто землю а самую лучшую землю в этом мире самый лучший уголок это наш эра цисраэль да ему были обещаны и почет и уважение если вы помните потомство до потомство авраама вину было обещано без счета и мы с вами это продолжение да и сейчас мы можем уже по прошествии нескольких тысяч лет действительно подтвердить что то что всевышний ему обещал это действительно все сбылось но на протяжении всей жизни авраам авина что он видел да все что ему было обещано все это пришло только после того как он очень много страдал почему же мы с вами так часто разочаровываемся в наших с вами ожиданиях почему часто мы чувствуем себя одинокими и оставленными всевышним да иногда мы свиньем себя иногда мы ищем других виноватых и конечно вопрос что нам делать в таких ситуациях поэтому давайте попробуем поучиться конечно на опыте на нашего праотца авраама и взять несколько советов из мидрашей также в конце урока я скажу вам те советы которые давид дает любович из кирэбэ именно вот в тяжелых ситуациях когда с нами происходит что-то не очень как нам кажется хорошее и так в двух недельных главах ближайших да то есть лег лиха в и в ира рассказывается это рассказ о некой жизни нашего братца авраама 175 лет его жизни уложены именно вот в эти две недельные главы и как вы знаете что глава лих лиха начинается с того что всевышний говорит аврааму иди земли своей да там где он живет если вы помните где он живет в хоране из дома отца твоего на землю которую я укажу тебе и я сделаю тебя великим народом и я благословлю тебя и возвеличу твое имя и быть тебе благословлением и благословляю я тебя и благословляющих тебя да а к те которые будут засловить тебя я прокляну и все то что ты благословишь да все вот отсюда уйдет придет все благословение для всех кого бы ты не благословил да все они будут благословенные потрясающе да ну что вообще может быть еще лучше и вот в главе в ира тоже говорится лих лиха но куда лих лиха что говорит всевышний возьми сына своего единственного твоего которого ты любишь и цхака иди на землю мария и вознеси его там да и вознесение в саждея в саждея на одной из гора который я скажу тебя начинается с лих лиха начинается что он должен уйти с того самого насиженного места и пойти в место где его ожидает просто рай всевышнему обещает все что хочешь все что любой человек только хочет тебя там ожидает и в конце следующей главы мы вот видим что тоже он говорит лих лиха тоже иди но уже совершенно в другое место для совершенно другого действия да то есть если в первый раз это был приказ идти за подарком то во второй раз он должен распрощаться жизнью любимого сына да вся жизнь авраама вина все его испытания они уложены именно вот в эти две главы и мы должны с вами понимать что всевышний он руководить руководить этим миром так чтобы мы переходили ступенька за ступеньку поднимались по ступенькам а иногда разочарование разочарованием это и есть те ступени которые ведут вот нас по нашему пути и тот кто проходит испытания то он поднимается на очередную ступеньку но у каждого из нас бывают разные испытания у кого-то бывает бедность и кого-то богатство у кого-то кого-то выгоняется работы придают друзья у каждого есть свое испытание но то испытание которое было у авраама вино он проходил испытания разочарованием считаете что это одно из самых тяжелейших испытаний до писать минут живет он прекрасно в хоране у него все устроено у него есть жена да он пришел к всевышнему он понимает кто такой всевышний и он рассказывает об этом всем своим соседям всему миру рассказывает о величии всевышнего и все идет своим чередом все прекрасно все хорошо но вот дошел человек до 75 лет очень почтенный возраст хороший возраст такой прожил хорошую жизнь да и тут ему открывается всевышний и говорит что он лично всевышний выбрал авраама вино для особой миссии да не просто такой миссии да он хочет чтобы авраам иса сара его жена до продали свой дом и пошли в ту землю которую указывают соответственно земли израиля да но только они туда приходят все распродав выйди из всех своих так сказать благополучной жизни пошли вот в этот рай обещанный всевышним и они туда приходят в землю израиля и что происходит начинается голод нет дождей все живущие начинают нападать на авраам алину пока ты не пришел сюда все было замечательно чудесное вот явился и все и у нас засуха голод и практически его выгоняют оттуда и он вынужден спуститься в египет да он ожидал что он придет благословлять давать от него пойдет все хорошее об всевышний делает создает ситуацию когда вместо хорошего происходят неприятные очень обидные и тяжелые вещи и вот он спускается в египет со своей женой что же происходит там он должен прятать свою жену потому что ее забирает царь той местности конечно в результате он получает ее и уже с большим количеством денег да он вроде бы прошел это испытание но это тяжелейшие испытания не дай бог представляете в вашу жену кто-то вас забирает как бы тебе там не хотелось покушать это очень непростое испытание вот он с большим количеством этих денег возвращается в землю израиля теперь то он думает я иду с женой я иду с деньгами все будет прекрасно все будет хорошо никто мне ничего плохого не скажет засуха уже закончилась все прекрасно но возвращаясь туда что происходит там идет война его племянника лота схватили евро мавину приходится вести войну за его освобождение да где он побеждает в результате освобождает своего племянника все казалось бы все замечательно все прекрасно у него есть уважение он победил при этом он человек вернулся из египта богатым человеком живи себе прекрасно поживая вроде бы теперь уже можно сказать начинают сбываться все те благословения тот вот рай который был обещан всевышним ему но что он больше всего хотел и что ему было обещано до детей как звезд в небе десять лет он ждет детей десять лет авраам и сара ждут детей нет детей не тысяч обещанных не десятков ни одного нет а по аллахе если вы знаете по еврейскому закону в принципе если 10 лет нет детей то муж должен развестись женой сара же очень хочет верят всевышний сказал да то есть она хочет чтобы у них появился ребенок любым способом и она предлагает чтобы агарь и и служанка до стала ему женой и родила в их дом ребенка в конце концов рождается ишмаэль до сайте 13 горьких лет после этого они еще ждут пока не рождается ицхак вот казалось бы уже есть двое детей в доме наконец то что это деньги есть уважение есть прекрасно двое детей есть что происходит опять опять происходят горе на сара требует выгнать ишмаэля и авраам который любит любит своего сына эти 13 лет растить ребенка он вынужден его выгнать он вынужден выгнуть его из дома да то есть если мы говорим акидат ицхак это очень тяжелый поступок очень было тяжело выгнать ишмаэля аврааму тоже было тяжело и вот 37 лет уже авраама вину находится в земле израиля и дети есть и все прекрасно что происходит всевышний посылает положить ицхака на жертву жертвенник как всевышний обещал и это и это и это и действительно все приходит но самое главное что нужно человеку сына любимого сына одного выгонять второго на жертвенник положить это ли не испытание как вообще можно с этим жить авраам праведник до который делал единственный в мире делал все для всевышнего и вот постоянно такие тяжелые испытания зачем почему он должен через них проходить если это человек который представитель тебя в этом мире так прекрасно великие обещания да твой представитель сделает так чтобы ему было хорошо почему он должен проходить через такие великие страдания я хочу сказать что и в наше время люди которые много людей которые приехали в израиль а они тоже почувствовали что дорога к своей мечте непроста земля израиля она для многих непроста она не каждого принимает а когда принимает то это происходит непросто ужасно обидно что ты так много теряешь прежде чем получаешь во всяком случае так говорит мидраж и наверное хотелось бы задать вопрос а должен ли всевышний делать нам вообще с вами экзамен ведь тот кто нас создал это же всевышний да зачем ему нас проверять он прекрасно знает что мы из себя представляем говорится что чем выше уровень человека тем тяжелее ему экзамен и я хочу вам рассказать про три вещи которые может быть немножко объяснять для тех у кого есть желание понять вообще почему происходят с нами вот эти разные происшествия да и метраж объясняет есть таких три вещи которые он объясняет что допустим представьте себе что делается стеклянный сосуд и тот кто делает уже его выдул и все сделал он обязательно обязан проверить правильно ли его сосуд готов не разобьется ли он да и только вот если этот сосуд прошел проверку то тогда он может выставлять его на продажу и это проверка не не сосуда а то насколько делающий этот сосуд сделал правильно и хорошо свою работу да то есть один из тип проверок это всевышний проверяет хорошо ли он нас создал хорошо ли он выполнил свою работу есть еще один пример проверки да и у каждой эти проверки у них есть разные объяснения для чего и почему это делается представьте себе что форум фермер хочет засеять поле и у него есть два быка один бык сильный второй бык слабый он должен засеять поле так какого же быка он возьмет на этот самый засев работа очень ответственная тяжелая конечно же он возьмет тот который сильный а не тот который слабый и больной для кого же это делается делается ли это для всевышнего или делается это для быка чтобы помочь до сильному быку не быть спортивной форме нет это делается не для всевышнего и не для быка имеется в виду не для нас не для людей да он мне не быка проверяет не нас а делается это для поля для того самого поля который он засеивает то есть это та самая проверка для того чтобы вся наша жизнь все что мы сделаем все что мы посеем засеем она принесла плоды и оставила после себя до сделанные нами засеянное чтобы она оставила нашим детям внукам вот все нами созданное третий же вариант проверки он сравнивается с производством льна быстренько скажу как это происходит вот это производство льна берутся стебли их выдергивают с корнями связывают снопы потом их увязывают эти стоп на снопы расставляют в поле да а на следующем этапе отбивают семена и делается это прямо в поле специальными палками такими с утолщениями представляете вот для того чтобы произвести лен очень такой хороший важный материал дорогой она проходит вот такую непростую обработку для того чтобы мы с вами стали хорошим материалом да мы проходим эту обработку который вот бьют этими палками а после этого их они должны пройти процесс отмокания мочки и буквально разбирается такое отделяется твердая часть от мягких волокон да то есть делается нас нас людей всевышний смотрит как и что при тяжелой ситуации что действительно твердое и мягкое у нас отделяется и какими мы людьми будем да чтоб стать лучшим материалом мы проходим очень тяжелый процесс грубо говоря обработки из этого надо понимать что испытания у всех у нас есть такие такие или такие в зависимости от уровня нашей души и в жизни мы встречаем все уровни этих испытаний но одно надо необходимо просто помнить что всевышний не посылает нам таких испытаний которые нам не по силам и когда мы воспринимаем эти испытания как непосильные это значит что всевышний оценивает нас выше чем мы сами себя оцениваем часто мы просто не любим себя да поэтому знание вот этой истины что всевышний нас любят и ценит если мне тяжело значит всевышний думать что я могу намного больше это может уменьшить и горечь испытаний того что происходит то есть я могу если это испытание мне дается значит я могу значит во мне заложены возможности и это откроет у меня новые силы испытания же приходят в нашу жизнь чтобы вот раскрыть все наши внутренние скрытые бриллианты силы нашей души о которых часто мы даже не подозревали многие вот сейчас сидя дома вот этот карантин кто-то не выходит и много людей сейчас переквалифицируются начинает доказалось бы горе они остались без работы остались без зарплаты но люди вдруг открывают в себе кто-то там начинает рисовать кто-то начинает еще что-то делать нас поставили в тяжелую казалось бы ситуацию когда мы не можем даже часто общаться с близкими людьми не можем общаться с другими тем не менее мы находим какие-то другие способы которые бы даже не задумывались бы никогда нам это в голову бы даже не пришло для того чтобы подняться на какой-то новый уровень иногда человек может сказать что я вообще зачем меня ставят я не хочу вот этого подарка я не хочу я хочу обойтись без всех этих трудностей дайте мне жить тихо и спокойно мы с вами каждое утро молимся чтобы нам не давали испытания чтобы мы могли обойтись без них но если уже нам дали то хотя бы просим чтобы это было без без айона чтобы мы могли выстоять в этих испытаниях а не опозориться дай нам испытания по нашим силам как и говорила что тяготы испытаний возникает от того что мы недооцениваем свое собственное предназначение в жизни не думаем не размышляем о важности того что мы должны сделать потому что у каждой нашей душе и я на протяжении года все время повторяю этого есть особая уникальная задача которая по силам именно этой душе а не какой-либо другой и поэтому вот про отец авраам передал каждому из нас наследство именно вот эту силу духа и способность выдержать практически все что с тобой происходит теперь на протяжении вот уже сколько лет прошло мы можем увидеть да все что всевышний обещал действительно произошло и поэтому у нас впереди действительно только хорошие вещи надо понимать что многие люди скажем занимаются распространением каких-то еврейских источников хорошими вещами и ему кажется что вот благодаря этому уже все он должен получить награду но есть разница между обычной простой хорошей работой евреи по исправлению мира между испытанием это две большие разницы это не значит если ты делаешь где-то там вот хорошие вещи по распространению источников слова всевышнего это не значит что у тебя не будет испытания потому что в то время как мы исправляем мир и извлекаем из него искрой святости нам совершенно необходимо пользоваться использовать все наши возможности которые нам дал всевышний то есть наши мысли наши чувства наши качества характера но когда с нами происходят испытания первое что мы должны сделать и самая тяжелая работа это очень тяжелая работа да это оставить в сторону свои вот эти свою боль свою обиду свои вот все свои чувства оставить в стране да и взять вот это умение положиться на всевышнего то есть наша работа положиться на всевышнего и чтобы с нами мне происходило пытаться идти вперед надо помнить что когда еврейский народ 40 лет 40 лет странствовал по пустыне всевышний заботился обо всех абсолютно обо всех нуждах еврейского народа каждого человека давал еду давал одежду обеспечивал все абсолютно любую защиту да и все это было заслуга чего заслуга того что евреи согласились выйти из египта в пустыню не раздумывая выиграют а то я не от этого что-то или нет получится что то не получится да так же на асэ ванишма на асэ ванишма да тоже у нас было когда мы принимали тору так же в ситуации когда нам тяжело совет ребе и все мы его знаем мы всегда придерживаемся этого правила пытаемся придерживать думай хорошо будет хорошо и именно в недельной главе лех леха мы должны прийти именно к себе к своим возможностям к своему потенциалу и когда нам очень тяжело вот совсем тяжело тогда мы понимаем что у нас есть одна правильная дорога это сделать всевышнего нашим компаньоном да как это сделается как можно сделать всевышнего нашим компаньоном одна из вещей одна из дорог это давать сдоку то примерно кто 10 кто 20 процентов то сколько дает мастер то что называется мастер да потому что наши мутрицы сказали ты хочешь разбокатеть хочешь чтоб тебе было хорошо отделяй мастер да но есть разные типы испытаний да как мы говорили и мы должны понимать что вот от того как мы себя будем вести в этих испытаниях это изменит нас это изменит мир это изменит будущее наших детей и тут если мы правильно поймем что вот темные дни которые сейчас в этот момент у меня есть мне тяжело да они обязательно перейдут светлые потому что темнота это всегда предвестие рассвета светлых дней также надо понимать что мы не работаем у всевышнего всевышний не работает у нас мы работаем у него и поэтому мы не можем требовать у него ответа за что нам вот это полагается мы должны принять что все что он делает с нами он делает от любви к нам он дает нам возможность подняться все больше и больше над собой потому что любовь это то чувство когда мы уходим от своего эгоизма переступаем через эгоизм и думаем о благе ближнего благе любимого да это называется любовью не делать то что только мне хорошо а как раз только то что другому соответственно всевышний думает о нас да я давай нам испытания до из любви к нам и мы тоже делаем много поступков из любви к нему что можно посоветовать посоветовать можно наверное что когда человек наполняет свое сердце радостью спокойствием и верит во всевышнего полагается во всевышнему это приводит к тому что свыше нам посылают то есть это вот такая ты посылаешь туда любовь и тебе возвращается любовь и тебе дают причины для радости причины для спокойствия и тяжелая ситуация она каким-то образом приходит в некое потрясающе просто да то есть последние несколько месяцев казалось бы там сидишь без работы сидишь без зарплаты в любой нормальной ситуации ты бы просто не выдержал а тут ты благодаришь всевышний говоришь вау да что-то новое в своей жизни приходит что-то учишься никогда в жизни не было так много дома есть еще одна вещь которую можно посоветовать чтобы чувствовать уверенность во всевышнем что не так просто да этому можно научиться и научиться есть такая книга называется хавата лево вот и в ней есть раздел который называется шаара битахон ворота уверенности да если у нас получится может быть мы в какой-то из уроков к этому подойдем и действительно попробуем научиться как же верить как же доверять как же полагаться на всевышнего но сейчас просто я вам про это вот говорю что есть такая возможность также чтобы справиться со страхами и неуверенностями многие знают и так и делают они читают двадцать третий псалом двадцать третий ты лим да не обязательно выучить это наизусть достаточно читать и в тот момент когда тебе страшно и неважно и когда тебе больно и когда ты не знаешь что будет с тобой дальше можно его прочитать и действительно всевышний через этот псалом посылает нам вот чувство спокойствия и чувство уверенности дай бог чтобы мы все понимали что что с нами происходит все что с нами происходит это хорошо для нас всего хорошего доброго вам вечера до свидания